Конституция – основной закон, стержень суверенного демократического государства, соблюдение которого определяет уровень правового развития общества, совершенство институтов защиты прав и свобод граждан, взаимодействие и эффективной деятельности всех ветвей власти. Конституция Абхазии принималась в сложных условиях послевоенной жизни, когда вокруг республики действительно сжималось кольцо экономической блокады, когда она испытывала серьезное политическое давление со стороны международного сообщества. В Конституции закреплены целостность, неприкосновенность и неотчуждаемость территории Республики Абхазия, провозглашено разделение законодательной, исполнительной и судебной ветвей государственной власти, гарантированы права и свободы человека. Открывая принадное заседание Международной научно-практической конференции, председатель Конституционного суда Диана Пили отметила, что принцип поддержания доверия к действиям государства вытекает из конституционных принципов юридического равенства и справедливости в правовом демократическом государстве. Бесспорно, Конституционный суд должен выполнять особую миссию, снимая противоречия между конституционным текстом и социально-правовой практикой посредством определенных правовых норм и способствовать поддержанию доверия к праву и к государству. Высокое доверие предполагает совместные цели и совместные ценности. Именно, наверное, поэтому нужны такие площадки, как наша сегодняшняя площадка, которые позволяют объединить усилия во имя развития науки, культуры, образования, сохранения доверия мира и благополучия в каждой из наших стран. В этот знаменательный день множество пожеланий звучит в адрес Конституционного суда. Поздравление от имени спикера парламента Лааша Ашуба засчитал руководитель аппарата парламента Вадим Бжанье. Ректор Юго-Осетинского госуниверситета имени Тибилова Вадим Тедеев поздравил участников первой абхазской юридической недели с 30-летием Конституции Абхазии. Процветание нашим республикам и, безусловно, наступит тот день, когда и республика Южная Осетия, и Абхазия станут полноправными единицами международного права. Я бы хотел отметить, что сегодня республика Южная Осетия находится в состоянии мира. В 2016 год, как у нас нет войны, и мир пришел на нашу землю благодаря самоотверженной борьбе многорода Южной Осетии, благодаря помощи братской России, помощи братских кавказских народов. Это мы помним, это мы знаем. И как раз позавчера мы праздновали День Многородного Единства. Я бы очень хотел, чтобы и в Абхазии, и в Южной Осетии было полное единение наций. В ходе пленарного заседания состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Конституционным судом Абхазии и Юго-Осетинским государственным университетом. Также меморандум был подписан между Институтом экономики и прав Академии наук Абхазии и Юго-Осетинским государственным университетом. С приветственным словом к участникам первой абхазской юридической недели обратились уполномоченный по правам человека в Абхазии Анна Скишмарья и детский амбусмен Мактина Джинджолия. Конституция Республики Абхазия юридически закрепляет ценность прав и свобод человека и гражданина, что подробно отражено в ее второй главе. В свою очередь Институт уполномоченного по правам человека в Республике Абхазии, осуществляя свою деятельность, призван обеспечивать их реализацию и защиту. В этот знаменательный день для нашей страны желаю всем нам, всему многонациональному народу Абхазии мира и процветания. Для меня, как для уполномоченного по правам ребенка, этот документ является не только символом государственного суверенитета, но и основой для защиты одного из самого уязвимого слоя населения – наших детей. Создавая условия для их гармоничного развития, мы создаем крепкий фундамент для будущего нашей республики. Благодаря основному закону Республики Абхазия каждый ребенок сегодня имеет право на жизнь, семью, образование, медицинскую помощь, защиту от насилия и дискриминации. Сотрудничество между Конституционными судами Абхазии и России будет развиваться и впредь. Об этом говорилось в поздравительном адресе председателя Конституционного суда России Валерия Зоркина. Глава официального представительства Приднестровья в Абхазии Гарри Купалба засчитал поздравительный адрес от председателя Конституционного суда ПМР Олега Кабалоева. В этот праздничный день судьи и сотрудники Конституционного суда Приднестровско-Молдавской республики поздравляют вас и в вашем лице весь народ Абхазии с Днем Конституции, желая здоровья, мира и благополучия, и процветания. Председатель Конституционного суда Кабалоев. Также слова признательности и поддержки звучали и от российских коллег. Республика Абхазия за эти 30 лет проделала громадный путь развития, в том числе и путь конституционно-правового развития и государственного правового развития, что выражается в ряде серьезных законодательных актов, ну и, конечно же, в действии Конституции. А тут еще и Конституционный суд создан в Абхазской республике, Республике Абхазия, который является самым главным и, пожалуй, единственным толкователем этого основополагающего законодательного акта. Хотел бы, конечно же, пожелать процветания и благоденствия народу Республики Абхазия. Во второй части научно-практической конференции, посвященной 30-летию Конституции Абхазии, состоялись выступления абхазских и российских коллег с докладами. Альга Трапш, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.